Региональное сотрудничество между Брестом и ХФМ развивается не по нарастающей, а крайне стремительной. Это если описывать партнерство словами. А если цифрами? Внешний торговый оборот в 2018 составил 86,5 миллионов долларов. В прошлом году экспорт товаров в Китайскую Народную Республику был утроен, а по итогам 2019-го он уже вырос в полтора раза. Понимая спросы и перспективы сотрудничества, обе стороны выдвигают новые идеи. И нет, они уже не только на бумаге. От общих деклараций о намерениях Брестская сторона перешла к конкретным делам. Результаты себя долго ждать не заставили. Раньше это была улица абсолютно с односторонним движением. То есть мы только покупали копы в Китае и тогда ничего не могли продать. По прошлому году мы утроили наш экспорт в Китай и он составил уже без малого 10 миллионов долларов. Такие визиты, такие встречи, они способствуют именно конкретным поставкам продукции. Такие инвесторы, такие наши гости вызывают особый интерес, потому что они приехали с реальными деньгами и с реальными потребностями по заключению наших договоров. Ну а то, что продукция города Бреста востребована даже на далеком от нас китайском рынке, видите, это даже очень замечательно и комплиментарно для нашего города. Эти переговоры состоялись не в узком кругу, сразу в расширенном формате. В составе делегации из Поднебесной представители компании «Хэфэйский универсальный магазин» презентуют одну из самых крупных торговых сетей в провинции, которая занимается оптовыми поставками. Цель приезда – выйти на прямые контакты с брестскими производителями. Наше правительство посчитало необходимым организовать группу представителей торгового бизнеса провинции «Хэфэй» и направить ее в Брест для развития тех контактов, которые были завязаны уже в последнее время и придания им более динамичного характера. Вчера во время визита мы посетили две главные торговые точки города Бреста, и сегодня во время визита мы посетили два ведущих предприятия города Бреста. И то, что мы увидели, убедило нас окончательно в высочайшем качестве продукции, в самых требовательных нормах, которые предъявляются, и стандартах, которые предъявляются вашей продукции. И абсолютно уверены, что она может продаваться во все страны мира, не только Китай. Наращивание экономических связей произойдет как минимум с четырьмя ведущими предприятиями города. Среди них молочный гигант Исавушкин продукт, Брестский мясокомбинат, Санта-Бремер и Брестский ликероводочный завод. Кстати, Брестская ликерка не только одно из крупнейших предприятий Беларуси, но и солидный мировой экспортер. Поставки осуществляются в 25 стран мира – Новую Зеландию, Чили, Канаду, многие страны Европы и СНГ. С КНР начали работать в 2016-м и за это время смогли значительно нарастить объемы поставок. Объем поставок, который мы сделали за 2016 год, это было 2 или 3 контейнера. Значит, по результатам прошлого года мы только с одной компанией фактически вместе отгружали один контейнер. То есть на сегодня у нас по работе с китайскими партнерами сегодня 5 контрагентов. Мы работаем и с Пекином, Центральным Китаем, Шанхай, Гонконг, Чинчжоу основная партнерность, компания ЗИХ. И мы постоянно увеличиваем, наращиваем объемы. И то задание годовое, которое нам было доведено и мы себе ставили по Китаю, мы фактически выполнили за полугодия. А вот Санта-Бремер вышла на китайский рынок только в прошлом году. Поэтому пока результаты торговли скромные. В западную провинцию поставлено всего 30 тонн мороженого. Но о том, что гармонизировать экспорт удастся, в компании никто не сомневается. Сейчас мы прорабатываем и готовы поставить более крупный пакет практически всего нашего товара, производимого на компании. Однако существуют вопросы, связанные с унификацией ветеринарных сертификатов. Этой проблемой мы сейчас занимаемся. Я думаю, что в скором времени это будет решено. Вообще, сотрудничество между Брестом и ХФМ начато не так давно. Всего два года назад был скреплен подписями договор о взаимодействии. В целом, Брестская сторона удовлетворена динамикой взаимодействия. Ведь на кону новый виток развития двусторонних отношений и весьма выгодные контракты. Виктория Нечаева, Олег Короткевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.